Вот если говорить о Хиллари Клинтон, то, в общем-то, насколько я понимаю, что избрание Хиллари Клинтона президентом США будет означать на 90% преемственность внешней политики США. Как минимум на 90%. Вряд ли стоит ожидать каких-то резких изменений во внешнеполитической доктрине. Или, по большому счету, уже после того, как Хиллари Клинтон станет президентом, и у нее появляется некоторый люфт для маневра, поле для маневра, руки развязаны. Да, обещали предыдущая администрация преемственность политики, но тем не менее. Вот это и это я сделаю по-своему. Я думаю, что глобально внешнеполитический курс США не изменится, поскольку политические элиты, олигархат американский, кланы, которые руководят США, они всегда консенсус найдут по поводу внешней политики. Если на сегодняшний день акцент во внешней политике связан на то, чтобы ослабить Россию экономически, эта преемственность будет происходить. Не нужно обращать внимание на жесткую риторику, которую сейчас использует часто Хиллари Клинтон. Очень резкие заявления она делает. И это все предвыборные трюки, предвыборная игра. Она будет меняться, эта риторика. То есть это игра в контексте борьбы с более радикальными республиканцами? Ну я бы да, сказал, но все-таки она... Чтобы не выглядеть совсем безумно, как говорят... Хиллари Клинтон, она знает общественное мнение США. И ее политтехнологи, социологи внимательно следят за общественным мнением США по украинскому вопросу. И Хиллари Клинтон одно время поддерживала предоставление оружия Украине, потому что общественное мнение требовало этого. Сейчас общественное мнение немножко поменялось. И как она вела бы себя, если была президентом, это очень спорный вопрос. Возможно, даже она бы не предоставила оружие. Поэтому украинский кризис – это такой барометр проверки на политическую зрелость, на политическую активность многих политиков. Но все-таки, исходя из истории взаимоотношений СССР и Соединенных Штатов Америки, а также Российской Федерации и США, представителям российских кругов было всегда проще договариваться с республиканцами. Демократами будет сложнее. Вот, кстати, ее конкурент пока что, да, Берни Сандерс. Родом, кстати, его предки из Польши, польские евреи. Так вот, о чем основные его позиции? Вот он придерживается скорее того, что можно назвать социалистическими взглядами. Это вот информация, есть и досье на «Голос Америка», на сайте «Голос Америка». Так вот, во внешней политике, во внутренней политике. То есть, привержен борьбе за экономическое равенство. Это государственная поддержка малоимущим и так далее. Равенство, причем равная зарплата мужчинам и женщинам. То есть, полное равенство, да. Социальное какое-то уравнивание. Сторонник легализации марихуаны. И вот, пункт выступает против депортации нелегальных мигрантов. Но вместе с тем, за то, что выступает за ограничение программ привлечения мигрантов. Утверждая, что они отнимают работу у американской молодежи. Во внешней политике он выступает, поддерживает санкции. В общем-то, то, что делает нынешняя американская администрация. Санкции США против России. И вот он эти санкции, понятно, поддерживает. Поддерживает попытки администрации Обамы добиться окончательного соглашения с Ираном по поводу ядерной программы. Приветствовал восстановление депоотношений с Кубой. Ну и так далее, так далее. То есть, а вот еще исламское государство. Борьбу с экстремистской группировкой ИГИЛ должны вести страны Ближневосточного региона. То есть, о чем речь? То есть, фактически, его внешняя политика – это полностью то, что является внешнеполитическим курсом администрации Барака Обамы. Никаких отклонений. Все один в один. А вот только вот, если говорить о том, в чем он будет конкурировать с Хилари Клинтон, вот, допустим, вот его женщина-президент первая, это понятно, да? Первый афроамериканец-президент – все это символ. Первая женщина-президент – это символ. Но, тем не менее, вот то, что касается право американской молодежи, да, работа для американской молодежи, борьба за экономическое равенство, госпрограммы. Вот не сможет ли он вот этими вот пунктами все-таки серьезно обыграть Хилари Клинтон? То есть у Хилари Клинтон, да, хорошо, прекрасная женщина, но Клинтоны уже были президентами. А вот социалистов еще, Америка-то в сторону социализма отчасти катится. Ну, я не думаю, что авторитет у Сандерса больше, точнее, выше, чем у Хилари Клинтона. Хилари Клинтон – это известный человек, это бывший государственный секретарь. В истории США уже были женщины государственные, секретарь удачный. Дализа. Дализа Райс, вот, и Мадлен Олбрайт. Я думаю, что Хилари Клинтон на этом поприще себя хорошо зарекомендовала. И она ее знает весь мир, ее знает в сфере международных отношений, ее знает хорошо страна. Она была известна еще будущей супругой Билла Клинтона. То есть она имеет абсолютную поддержку. Сандерс, он человек менее известный в мире и менее известный в международных отношениях, и менее известный даже в рамках США. Этот аспект ключевой, на мой взгляд, и он сыграет важную роль. В данном случае фактор известности и, в общем-то, политика, то есть президентство Билла Клинтона, оно, в общем-то, у многих довольно неплохо оценивается, у многих американцев. Плюс то, что как бы нынешняя администрация, у нее есть проблемы, но это как бы демократы, да не те. Тут уже как бы вроде как и преемники Барака Обамы, преемница Барака Обамы, но тем не менее она Клинтон. Это уже другие оценки. Конечно, да. Есть вопрос, здесь я сделаю одну важную ремарку, на мой взгляд, о том, что не имеет значения, кто будет представлять демократов. Клинтон, Сандерс, любой другой человек. Насколько общество американское готово воспринимать преемственность демократической системы, преемственность политической партии как демократов в нынешних экономических, геополитических условиях. То есть общество готово дальше дать правды правления США именно представителю демократической линии или нет. Вот в чем аспект. Даже если бы Арнольд Шварценеггер, как представитель демократов, баллотировался бы сейчас, а он имеет огромную популярность в мире и поддержку, но он не может юридически это делать, так как согласно Конституции, урожденный гражданин США может только баллотироваться, а он этнический австрийец, был гражданином Австрии, то не факт, что даже он победил бы, ввиду того, что не все общество поддерживает сейчас политическую партию демократов.